Первый миф, который хотелось бы нам сегодня обсудить, это то, что есть мнение, что ВМС-системы на платформе 1С обладают небольшим функционалом по сравнению с какими-то другими западными системами. Я, как никто другой, знаю о том, как некоторые дотошные клиенты создают чек-листы, выписывают просто нефункциональность и потом начинают крыжиками отмечать, что это у этих есть, этого у этих нет. Ну и в конце какой-то там сводный результат в виде баллов, процентов или просто там субъективно экспертного мнения и делают вывод о том, какая система обладает более насыщенной функциональностью. И первое, как я хочу прокомментировать этот миф, я хочу попросить Марию, как это на самом деле, Мария, как это происходит в тех проектах, в которые вы заходите. Да, спасибо, Артем. На самом деле я не понаслышке знакома с западными системами и с линейкой поколения ВМС от Аксилот. На протяжении 10 лет мы внедряем это решение и в принципе функциональность ВМС от Аксилот, она развивалась с потребностью рынка. Если там еще в 2007 году, когда мы внедряли, вот Яна рассказывала, мы внедряли третье поколение, то соотношение разработки к настройке, оно было примерно 50 на 50. В общем-то я думаю, что вот этот показатель, да, соотношение процента программиста и консультанта, да, который выполняет настроечные функции, оно является неким показателем наполнения функционала, который там соответствует потребности клиента. В последние годы это соотношение где-то там 90 на 10 в пользу настроечных функций. То есть функционал системы, он развивается, он соответствует потребностям и я не считаю, что там система ВМС от Аксилота, она там каким-то образом не сопоставима с западными аналогами, она как раз-таки наоборот. Вот, и здесь на самом деле я бы ставила в главу угла даже не наполнение функциональности, а те руки, да, которые выполняют проекты. Это проектный опыт, это консультанты, которые, собственно, способны настроить данную систему и внедрить там без каких-либо проблем. Ну, с этим у нас проблем, в общем-то, нет. Интересный взгляд. Взгляд со стороны внедренца. Функциональность оценивается не по количеству того, чего есть, а по количеству того, что предстоит дорабатывать в проекте. А как, Николай, это в вашем проекте? Как вы внедряете ВМС, как вы оцениваете вот западный там и ВМС от Аксилота? Можно я пару слов об этом рисуночке? Между прочим, я всегда хотел быть вот чувачком справа, а не вот этим. Был вот таким. У того больше потенциала, на самом деле, и бьет он весь. Так я хочу сказать, на самом деле, что дело не в объеме, наверное, функциональности, которой половина едва ли нужна. Кому-то нужно одно, кому-то нужно другое, тем более западная система и наша реальность. Главное, чтобы базовый функционал был, чтобы он был отлажен, и главное, чтобы архитектурное решение было классное. То есть для развития, главное, костяк, главное, правильно заложенная архитектура, и главное, чтобы легко на это все можно было дальше навешивать функциональность. По моему опыту, внедрение западных систем, внедрение наших систем, тоже ВМС, ничуть не меньше и не больше по времени, возможно. Потому что там такие же настройки, там столько же надо перепрограммировать, учитывая, что мы всегда хотим придумывать что-то свое. Это наша специфика, наверное, специфика нашей страны, нашего менталитета. Мы не подлаживаемся к системе, а мы систему ломаем под себя. Так что по деньгам, наверное, выходят западные мускулистые ребята, еще более затратные, чем функциональные наши, с которыми можно сделать проект до конца. И не за такие деньги, возможно, но с профессионализмом достаточно. Отлично получается, что в этот объем стандартной функциональности системы, прошаренные, простите за вулигарность, клиенты, ставят не только наличие функциональности, относящиеся к той или иной специфике, а ставят и возможность ввести разработку в системе, возможность вносить какие-то изменения, возможно, даже самостоятельно. Дмитрий, а что еще ремарка? Как 10-15 лет назад, когда эти системы вообще начинали жить, для меня по-прежнему актуальна гибкость и открытость системы. Дмитрий, а вы являетесь разработчиком всех поколений систем, которые есть в нашей компании. Расскажите вообще, какой подход у компании, действительно ли можно утверждать, что код доступен для модификации и открыт для редактирования? Ну, в целом, надо понимать, что развитие системы идет в нескольких направлениях. То есть, прежде всего, мы действительно расшиваем функционал. Второе, что мы всегда делаем, это мы сразу за наших заказчиков предполагаем те точки, в которых, возможно, им захочется внести изменения. Вот, Артем, ты можешь… Там есть мои слайды, нет? Вот, следующий слайд. То есть, фактически мы… Нет, следующий, Артем. Следующие слайды будут потом. Там уже другие мифы. Да, о чем моих нету, да? Ну, они чуть позже. Это экспром, Дмитрий. Мы же говорим, панельная дискуссия. Собственно, фактически мы позволяем доработать систему, не внося изменения в основной код системы. То есть, вы можете писать программный код, в том числе, в виде неких инъекций в определенных местах, которые мы предположили, и они вам доступны. Второй шаг, естественно, несмотря на то, что мы это сделали, так делают большинство разработчиков и в МС-систем, и не только в МС-систем. Второй шаг мы все равно оставили. Мы оставили полностью открытый код. Мы не защищаем никакие куски кода. Ну, понятно, что платформа сама 1С, она не открытая, но вся конфигурация, то есть вся бизнес-логика, все прикладное решение, оно доступно для заказчиков. Мы не делаем из этого тайну. Мы, как уже говорил Яна, всегда готовы делиться знаниями со всеми. То есть, более того, мы даже готовы проводить обучение по нашему коду и рассказывать, почему это так сделано. То есть, мы действительно полноценно отдаем вам возможность самим делать в системе все, что хотите. С одной стороны, мы и развиваем функциональность, с другой стороны, мы никому ничего не ограничиваем. Более того, тем самым мы позволяем клиенту в будущем жить без нас в случае, даже если мы почему-то не продолжим совместное общение в дальнейшем. Это относится как к коду, который пишется в самой конфигурации, в самой ВМС-системе, так и вся прикладная и бизнес-логика в мобильном клиенте. И это справедливо в том числе и для платформы X5? Естественно. И это справедливо вообще для всех решений компании Axelot. Это относится и к TMS-X4, и VMS-X5, и к предыдущим решениям, которые мы также выпускали. 1S-VMS-4, TMS-3 и так далее. Все эти решения имеют полностью открытый исходный код. Окей, но если вернуться к самому мифу, Яна, вы недавно запустили X5. Что со стандартной функциональностью? Возможно ли какие-то упражнения без применения рук программиста и чего-то подобного? На самом деле я просто дополню данную картинку и расскажу одну ситуацию, с которой мы столкнулись. После запуска VMS-3.0 у нас появилась необходимость сократить свои внутренние затраты персонала. И мы внедрили так называемую доверительную приемку. Доверительная приемка заключается в том, что перемещение между двумя складами, когда товар собирает один из наших складов, на другом складе при поступлении попозиционно не принимается. То есть мы вместе с тем, что мы отгрузили перемещение с одного склада, передаем информацию о количестве грузовых мест и их товарном наполнении. И второй склад нашего холдинга принимает просто грузовые места, информация о товарном составе автоматически загружается в его систему. Таким образом мы сокращаем время на приемку перемещений между складами. В 2010 году, соответственно, в VMS-3.0.11 нам данный блок пришлось дописывать. Это была, собственно, программная доработка. На данный момент в X5 этот функционал присутствует. Соответственно, нам необходимо было сделать только определенные настройки, обозначить, с кем из контрагентов мы подобные взаимодействия допускаем. И касательно мифа, у нас есть ряд поставщиков. Мы работаем с немецкими компаниями, которые достаточно четко соблюдают и очень аккуратно относятся к комплектации уже наших заказов. И, соответственно, с ними мы готовы были бы работать в таком же формате по доверительной приемке. У многих из них стоит САП. К сожалению, никто из них не готов на такой формат выходить. Просто-напросто, собственно, их система не поддерживает, а стоимость доработок САП достаточно высока. Спасибо, Ян. Прозвучало слух какое-то вообще наименование, после которого хочется перекреститься и не упоминать в СУИ. Но, тем не менее, действительно, если сравнивать набор стандартной функциональности нашей системы и системы западного производства, то в большинстве случаев мы, конечно, смотрим все выигрышно.